МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для наших зрителей скажу, что это правозащитник и руководитель группы Human Rights Center Ичкерия Аслан Арцуев. Аслан Арцуев сегодня опубликовал открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором просит вмешаться срочно в ситуацию, которая происходит сейчас на наших глазах, с семьями чеченцев, которые волей судьбы, вольно или невольно, по зову сердца или по обману, оказались вовлеченными в сирийский конфликт. Это все, что я знаю про эту историю. Поэтому я прошу тебя рассказать, во-первых, про твое обращение, какой посыл, да, и что ты ждешь от этого. И, во-вторых, самую историю, что там произошло. И мы это постараемся как можно быстрее опубликовать на YouTube-канале нашем, чтобы люди знали, что происходит сейчас экстренное и важное в жизни чеченского народа. Спасибо, Андрей, что принял участие в этом. Спасибо, что поддержал. Обращаемся мы, обращаюсь я, и прошу всех подписать свое обращение к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену. Просьба моя заключается в следующем. Я прошу его вывести, помочь вывести женщин и детей, вдов и сирот тех людей, которые поехали как с Твичанской республики, так и с Европы, поехали на войну жить, воевать, там кто-то жить ехал, кто-то воевать, против режима Башара Асада. Для этого нужно буквально сделать разъяснение, потому что эти люди представляются нам ужасными головорезами, преступниками, террористами, что по какой-то степени отчасти является правдой, но только лишь отчасти. Как известно, сопротивление, вооруженное сопротивление против российской оккупации на Кавказе идет уже много лет, уже 26 лет, уже 27 лет идет, и под конец вот этого сопротивления, когда уже практически выдохлось сопротивление, те люди, которые находились в горах, они в горах, в подполе, они понимали всю безвыходность ситуации, что силовым путем сейчас одержать победу практически невозможно. И перед самыми Олимпийскими играми Россия активно начала выдавать паспорта, в том числе дагестанцам, вот это открытая информация, об этом все знают, неугодным лицам, неугодным лицам как для режима российского, так и своим агентам, как потом выяснилось. И одновременно с этим в Сирии появился такой батальон или отряд имени Джохара Дудаева. Всем известно, что Джохар Дудаев это демократический лидер нашей страны, и как бы не было такого предвещения, какого-то беды какой-то, не предвещало никакой беды. И вот этот батальон, я сейчас это уже понимаю, что это была такая завлекаловка для тех партизан, для тех, кто сражается против России на Капказе, которые практически, их сопротивление заключалось в выживании, просто для того, чтобы сохраниться. Может, иногда они какие-то нападения совершали, но как такое уже сопротивление сошло, но нет. И в это время Россия сказала, у нас тут Олимпийские игры, вы нам тут не нужны, вы ведете там джихад и так далее. Уже к тому времени док Каумаров объявил имарат Кавказ и уже отстранился от управления Чеченской республикой Ичкерия демократической и создал группу имарат Кавказ. И они уже как бы сражались за религию. Произошла подмена понятий, подмена целей. Война стала бесконечной. Цель войны стала не освобождение маленькой Чеченской республики, а до судного дня, как они сами это говорили. Война до судного дня. Короче говоря, можно воевать до бесконечности. И вот многие из Европы, в Европе велась такая же пропаганда. Сейчас в Европе и на сегодняшний день имеются вот эти представители имарата Кавказ. По большей части, по большей, подавляющей части, конечно же, это все контролируется российскими спецслужбами. Там есть искренне обманутые люди. Но по большей части это агентура ГРУ, которая действует. И здесь велась такая пропаганда. Велась пропаганда, что Башар Асад тиран, и что нужно помочь, и так далее. И Запад вначале поддерживал вот эту, всю противобашару, асадовскую оппозицию, которая потом плавно тоже переросла уже в религиозное сопротивление, когда демократы все остались дома или уже были посажены или убиты. И в это время уже появилось вот это исламское государство, которое находилось, оно вначале называлось исламское государство Ирака, потом оно стало называться исламское государство Ирака и Леванты. Это часть Сирии, которая ближе к Ираку. И функционерами, и организаторами всего этого были бывшие функционеры партии Баас Саддама Хусейна. И когда то сопротивление, оно умеренное сопротивление, они не были никакими такими ярыми исламистами, которые там всему миру угрожали и так далее, ни в коем случае они только против Башара Асада сражались. И уже когда они подошли к Дамаску, в это время из их рядов, вот это исламское государство Ирака и Леванты, ИГИЛ, сзади ударило вот по своим же братьям-мусульманам, со своим же собратьям, со своим соратникам, и начало захватывать их земли и их воинские части, которые они освободили от Башара Асада. И вот в эту всю кашу долгое время многие не могли разобраться, кто с кем, там за кого, столько групп все это менялось, потому что принимали участие как российские спецслужбы, так и иракские спецслужбы, так и сирийские спецслужбы, ну и конечно же и остальные турецкие, без сомнения, наверное, тоже. И курды, и разные национальности, религии, ну вот там, короче, как обычно на Ближнем Востоке бывает каша, произошла вот эта каша. И в этой каше оказались чеченцы. Чеченцы, которые здесь жили в Европе абсолютно спокойно, это большая часть молодежь была, которая видела ту несправедливость, которая к нам была оказана. И вот эта молодежь потянулась, хотя я лично, немного, конечно, таких было, но я лично призывал не делать этого и не ехать ни в какую Сирию, хотя, конечно же, я категорически против режима Башара Асада. И получилось так, что многие начали туда забирать своих жен и детей, так как они, это у них называлось переселением, что они вот туда переезжают и будут жить там, на земле, святая земля Шама считается, Шам называется это место Сирии, и о ней говорил посланник Мухаммад, и поэтому, как бы была такая пропаганда, усиленная пропаганда, и были видео, когда захватив чужой дом, бородачи, по-другому их не назовешь, ну, я не сомневаюсь, что это агентура была, плавали в большом бассейне, большого дома и говорили приезжайте и так далее. и потянулись не только тех, кто против башара Асада и хотел жить на святой земле Шама, ну, и такие за легкой наживой потянулись товарищи. И так получилось, что большая часть, во-первых, уважения со стороны арабов чеченцы не получили, которые чеченцы проявляли к арабам, которые приезжали, несколько, десятков человек, 20-30 человек всего было на Кавказе арабов, которые воевали за нас, то, которое мы оказывали им, к нашим уже не оказывалось. И чеченцев фактически использовали как расходный материал. И большая часть, подавляющая большая часть тех, кто уехал, они погибли. У них остались жены и дети. Эти жены и дети попали в плен к сирийскому режиму, курдскому режиму, который контактирует с американцами. и турецким, протурецким силам попали, по-моему. Но их сразу же, кто попал к туркам, их сразу же отпустили. Остальные же находятся до сих пор в плену, эти женщины и дети. Это невероятно тяжелая боль для всех чеченцев, которая происходит. К тому геноциду, который пережил чеченский народ, надеясь на пассионарную молодежь, которая окажется здесь в Европе, выучится и будет какой-то вклад вносить в европейскую культуру, так и в помощь восстановления прав чеченцев, которые сейчас максимально урезаны. Произошло такое, как пылесосом высасывание этой молодежи и очень удачно, очередной раз удачно у России получилось вот эту молодежь использовать. Ну, конечно же, не без помощи наших полезных идиотов. И Кадыров Рамзан начал такую акцию по вызволению этих женщин и детей и как бы надеясь, что этих женщин и детей хотя бы вытащат оттуда, которые на данный момент являются военнопленными, которых продают на рабовладельческом рынке, у них это распространено, там они продают женщин, продают детей, те же курды этим занимаются, те же арабы занимаются. И вот нескольких Кадыров вытащил оттуда и после этого это прекратилось вот это спасательное операция, хотя было очень сильно пропиарено. И я так полагаю, что вытаскивали именно вдов и сирот своей агентуры, которая была заслана, других оттуда не выпускали. Когда начали требовать у России, у России писали, говорили курдам, другим, у кого задержаны, пытались просить вернуть женщин, детей, которые не имеют никакого отношения к этой войне, курды начали просить требовать, что они будут выдавать от России требовать на государственном уровне у них их требовать, для того, чтобы Курдистан будущий имел основание, что на государственном уровне он решал с разными государствами вопрос по передаче освобождению военнопленных женщин и детей. короче говоря, конечно же, там присутствует коррупционная составляющая, за деньги курды отпускают, но у многих нет этих денег, чтобы платить иногда десятки тысяч долларов, чтобы вытащить своих родственников оттуда. И у меня давно была мысль по этому поводу, я тоже писал об этом, говорил, делал видеообращение по этому поводу, и вот возникла мысль написать напрямую к президенту США Джо Байдену, который без сомнения очень внимательно относится к проблеме с правами человека, как известно, Соединенные Штаты сейчас вернулись в качестве наблюдателя в комитет по правам человека, он, по-моему, это называется, и я написал обращение. Позволь я уточню, то есть, во-первых, сколько, о каком количестве людей идет речь, вот этих людей, которые находятся в заложниках, в плену, и во-вторых, кто все-таки их держит, курды, российские, военные, кто их сейчас держит? Россия не принимает усилий, они как бы формально являются гражданами России, и поэтому Россия должна заниматься этим вопросом, а Россия не занимается этим вопросом. Россия присутствует в Сирии, об этом всем известно, но Россия не хочет идти на уступки к курдам, они находятся часть у курдов, часть у Башара Асада. Речь идет о сотнях женщин и детей, точных данных, конечно же, ни у кого нет, но если бы заняться этой проблематикой, вот недавно на настоящем времени был сюжет о том, что вот женщина, журналист поехала и вытащила оттуда трех девочек, трех сестер, маленьких сестер, старшие, которые 13 лет, младшие, по-моему, 6 или 7 лет, вытащила, смогла вытащить вот этих трех девочек. Вот по большей части эти люди находятся на территории, контролируемой кулдами. Ну, я хочу напомнить, что мы недавно, не то, что недавно, но какое-то время назад мы с тобой говорили, и ты как раз рассказывал о надежде чеченского народа как раз на то, что молодое поколение, которое сейчас живет в Европе, оно поголовно учится в университетах, владеет многими языками, и, собственно, на это и есть расчет эмиграции чеченской, на то, что, на возрождение Чечкерии, на возрождение страны, которая вообще, мы все уверены, что она будет и будет существовать независимым государством, и ждать, наверное, уже не так долго осталось, я, конечно, оптимист, но я почему-то в это верю. Тем более, что мы сейчас видим, что действительно администрация американского президента, да, и слышим оттуда сигналы, что интерес, хотя бы интерес, хотя бы какое-то внимание к чеченскому вопросу, он поддерживается, это видно, это видно, что то там, то здесь произвучали какие-то заявления, которые свидетельствуют о том, что это не пустая тема, поэтому, как бы, надежда-то есть. вопрос, ведь очень простой, путинский режим, да, российский, не секрет, что он сотрудничает с Башаром Астамом, да, казалось бы, у Равзанла Кадырова есть какое-то влияние, наверняка, для того, чтобы решить этот вопрос, но он этого не делает, как ты уже объяснил, что он сделал только для своих, выборочно, несколько человек спас, давай вот просто, чтобы мы понимали все, потому что ясно, что все не в теме вот этой ситуации, и это уже очень узкий вопрос, и он понятен тебе, и понятен чеченцам, которые об этом знают, но остальным это все абсолютно далеко и непонятно. Все-таки, задача какая? Сейчас просто точно обратить внимание американской администрации, да, людей, которые там могут посоветовать, или сказать какое-то слово на эту проблему и освободить этих женщин и детей, я так понимаю, что вот все-таки мы сейчас не можем говорить о глобальном решении этой проблемы, потому что оно очень сложное, да, и оно связано с громадным количеством политических вопросов, в котором, если ты будешь как бы выступать по отношению к администрации даже президента, они просто не смогут на это реагировать. Я думаю, вот очень важно здесь сузить этот вопрос исключительно на этой проблематике, потому что просто помочь сейчас конкретным людям, потому что именно гуманитарный вопрос, да, он наиболее как бы доступен и понятен для ушей людей, которые способны что-то услышать. Поэтому я думаю, что мы сейчас, ну, я в свою очередь тоже вот от себя, от нашего скромного канала и имени тоже призываю прислушаться к этому вопиющему, к этой истории, потому что, ну, мы же живем в среднем мире и вот эта рабо-ладельческая история, она просто недопустима, мы обязаны говорить об этом сейчас. Поэтому я всячески поддерживаю и призываю всех возможных людей, которые в доброй воле, которые способны что-то сказать, высказаться по этому вопросу и поддержать обращение чеченского прозащитника Аслана Арцуева. Спасибо большое, Андрей. Тут речь идет, я упоминаю о чеченцах, но там есть не только чеченцы, есть еще из Дагестана люди, из Кабардино-Балкарии, из Черкесии, из Кавказа, из Средней Азии, так называемой, оттуда тоже там есть люди и огромное количество задержанных есть. И я в надежде писал это обращение в надежде, что вот дав толчок вот к этому мы могли бы и остальных тоже, там очень много людей на самом деле этих женщин, этих детей, которые находятся ну фактически незаконно в плену, которые не являются никакими комбатантами и они их немедленно просто должны освободить и ими просто пытаются торговать политически какие-то свои дивиденды получить уже от этих людей. Поэтому это очень важная тема. Конечно же сразу все это решить невозможно, но мы готовы, наша группа правозащитная готова и выехать, и готова заниматься этим вопросом. Для этого нужна политическая воля и поддержка, и я бы хотел ее получить от Соединенных Штатов. И мне кажется, что это было бы очень гуманно со стороны Америки, раз, во-вторых, мне кажется, это очень хорошо способствовало бы для укрепления имиджа, для, ну скажу, прямо пошатнувшегося укрепления, ведь мы граждане Советского Союза, в том числе чеченцы, уважали Америку не из-за того, что она метко стреляет или у нее там мощные бомбы, хотя без этого в этом мире сильным не быть. Мы ее уважали за те ценности, которые она проповедовала, которые мы слышали, которым мы восхищались и гордились. И именно поэтому я считаю, что если бы Америка, а она может это сделать именно из гуманных соображений, потому что в истории Америки огромное количество жестов, актов, которые делались именно из-за гуманных ничего более, в убыток себе, в ущерб себе, Америка делала такие даже такие жесты, даже та же помощь по ленд-лизу кровавому Советскому Союзу, для того, чтобы просто люди не умирали с голоду, да, и могли как-то оказывать сопротивление. И я считаю, вот эта гуманитарная миссия, которую Америка осуществила, если бы она ее осуществила, если бы она ее осуществит, послужила бы укреплению имиджа России в Америке на Кавказе для будущих чеченских поколений. Я знаю, что у Америки есть стратегические интересы на Кавказе, без сомнения. И я знаю, что такой жест, такой жест со стороны Америки, это способствовало укреплению имиджа, и чеченцы очень благодарны народ, на самом деле. Если бы Россия иногда хотя бы нам делала какой-нибудь жест, такой гуманитарный, человечный, то я думаю, чеченцы никогда бы не воевали с Россией. Но увы, этого никогда не было. Поэтому я думаю, что это было бы выгодно и в перспективах союза укрепления дружеских отношений всего Кавказа к Соединенным Штатам. Да, я думаю, что нам очень важно подчеркнуть, что то, что ты сказал, это очень правильно, что тут речь не о национальном вопросе, потому что действительно там могут оказаться разные люди. Я уверен, что там наверняка есть и русские по национальности люди, потому что я знаю, это не секрет, что очень много русских женщин и девушек поехало в ту сторону самостоятельно за поиском счастья, и каждый может оказываться в такой ситуации. И вообще в этом ничего такого предуседительного в самом факте попробовать себя найти в другом месте, в другой земле, обрести какую-то новую жизнь, нету. Если люди в воле обстоятельств, если они не убийцы, если они не террористы, если они просто поехали искать какого-то счастья на земле, то они вообще имеют на это право. И поэтому тут даже неважно чеченцы или люди например из Казахстана или из России. Все люди, которые оказывались в такой беде, это просто ну как бы ну разве можно это обсуждать как-то иначе. И не надо тут никакой политизации в данном случае, потому что это просто гуманитарная миссия. И абсолютно правильно ты говоришь, что Америка очень много раз показывала миру, что они выполняли гуманитарную миссию. И иногда даже в ущерб себе. Так и именно это как бы в конкретных случаях Америка делала что-то в ущерб себе, когда проводила какую-нибудь гуманитарную миссию. Но в целом это укрепляло Америку. Потому что опять же скажу, я например, конечно же мне нравится, что у Америки очень сильное мощное вооружение и она может постоять не только за тебя, но иногда и за других. Но я не за это ценю Америку и не за это уважаю американский вот этот строй, американский образ жизни, который они избрали. Много есть моментов не касаемо гуманитарных, которые мне тоже нравятся у американцев, но именно именно вот эта человечность и стремление к свободе, которую они возвели в культ, у них в Конституции прописано, памятники, об этом говорят. Это именно то, что роднит чеченцев с американцами, потому что это и есть культ свободы у чеченцев. мы эту свободу просто не знаю, она у нас во всем проявляется, везде подчеркивается и в культуре, и в быте, и в наших действиях. Поэтому мне кажется, что в этом плане американцы должны вернуться. Да, Америка богатая страна, то, что говорил Дональд Трамп, это тоже имеет место быть, потому что да, это их страна, но они должны быть богатыми, сильными и так далее, и так далее. Но тогда, извините, тогда не потянутся к вам люди, имеется в виду к американцам, если вы будете думать только о себе, и вы стали сильными, в том числе и Европа, Евросоюз, Европа, они же долгие годы между собой воевали, и после того, как они стали говорить, что мы будем придерживаться на самом деле, не просто декларировать, а на самом деле придерживаться прав человека, уважения к личности и так далее, тогда Европа стала очень богатой, очень сильной, объединенной, и все тянутся в Европу, никто не бежит в, не знаю, в Китай или там в Саудовскую Аравию, все приезжают, будут увидеть, пожить, остаться именно в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Опять же, один момент, который очень вчера смотрел на пресс-конференцию Джо Байдена, и они там обсуждали момент, когда тысячи латиноамериканских подростков оказались на территории Соединенных Штатов, когда уже нелегальное пересечение границы, это незаконно, и, конечно, Америка имеет право препятствовать всячески этому, но, несмотря на это, те люди, проживающие в Латинской Южной Америке, они не сами идут, а отсылают своих 15, 16, 17-летних подростков из гуманитарных соображений, потому что Америка их примет, и этот трюк, который используют те люди бедные, реально ищущие, и они имеют право на это, ищущие какую-то лучшую долю для своих детей, для самих себя, выведут дети, потом можно и родителей забрать, что их тысячи, огромное количество, даже вооруженные силы США выделили какие-то места своих, чтобы этих детей расположить в основном 15-16 лет, говорил Джон Байден, 17 лет эти дети, но есть и младшие, и мальчики, и девочки, и я себя поймал на мысли, как же гуманно выглядит эта страна в этом мире, если люди самые любимые своих детей отсылают и знают, что детей они примут, что с детьми они так не поступят, и я думаю, нам, чеченцам, которые тоже очень гуманные, на мой взгляд, нужно учиться и как бы перенимать опыт, скажем так, у Соединенных Штатов. Безусловно, безусловно. Хорошо, Аслан, спасибо большое за такую экстренную информацию, мы ее постараемся максимально быстро опубликовать, и до новых встреч, ждем всегда, всегда рады с тобой говорить, потому что все, что ты говоришь, всегда очень интересно и важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok